Вот так баскетбольный клуб Химки завершил прошлый сезон, а новый не за горами. В официальных аккаунтах команды уже вовсю постят свежий состав. Главная новость. Курти Найтис остается с нами. Контракт с Римасом продлили еще на два сезона. Старички тоже вернутся на свои позиции. Капитан команды Сергей Моня, сыгравший 10 сезонов в Химках, в этом году снова выйдет на площадку в составе желто-синих. В начале прошлого сезона в медиадень Моня поставил амбициозные планы для всей команды. На вопрос журналистов, какая цель в лиге ВТБ, ответил емко и прозорливо. Задача ВТБ сыграть без провалов, как в том году у нас было. Такие необязательные поражения у нас были. И минимум в финале играть. Сыграли в финале, взяли серебро. Подкачали в Евролиге. Однако в следующем сезоне есть шанс взять реванш, проработать защиту. В этом поможет шестой номер Егор Вяльцев. С ним также подписали соглашение на год. Оборону будет держать и Вячеслав Зайцев. В прошедшем сезоне он стал победителем конкурса по броскам сверху в матче всех звезд единой лиги ВТБ. И ярче всех проявил себя в финальной серии Химок против ЦСКА. На презентации команды в 2018-м Слава озвучил оптимистичные ожидания на сезон. Наверное, планы и в этом году у игрока не изменятся. Планы – побеждать всегда. Хотим занять первое место в ВТБ и максимально хорошо выступить в Евролиге. Ну и, конечно, клуб оставил в команде Яниса Тиму. Латвийский баскетболист пришел на второй половине прошлого сезона и зарекомендовал себя. Болельщики оценили его броски не хуже трешек шведа. Кстати, об Алексее фанаты высказывают подозрения, разделят ли лидерскую позицию с новым приобретением Химок Сергеем Карасевым. Провокационные комментарии оставляют в соцсетях. Теперь два лидера, а команда одна. Даешь Диму Кулагина до кучи. Что от него толку, если есть швед? Карась на фоне шведа погаснет просто. Будут со шведом одеяло на себя тянуть. А у нас двуспальное одеяло. Я думаю, что этот год должен получиться очень интересным. А мы будем отдаваться на 100%, выкладываться и защищать цвета баскетбольной клубы. Теперь о потерях команды из состава ушел один из лучших игроков – Джордан Микки. Теперь он в Мадридском Реале. Накануне контракт с Химками подписал Тимофей Мозгов. Это тот клуб, с которым меня много связывают. И предстоящий сезон будет для меня очень важен, как и для клуба. Поэтому только с положительными эмоциями – новый сезон. Уходят из клуба защитник Эндрю Харрисон, форварды Андрей Зубков и Малькольм Томас. Кейси Преттер, который из-за травмы колена не сыграл ни одного матча в сезоне, также и ушел. Вслед за ним Тони Крокер. Его заменит бывший игрок «Зенита» Евгений Валиев. Я решил, что будет это хорошим толчком для меня, для моей карьеры. И такой даже, так сказать, вызов для самого себя. И я согласился буквально на следующий день. Очень хорошая команда, очень сильная, с хорошим подбором игроков. И что я оказался в этом подборе в этом сезоне, лично для меня это приятно и очень радует. Также клуб проводит замену защитников Чарльза Дженкинса и Стефана Марковича. Вместо них пришли Стефан Йович и Дайрис Бертонс. По словам главного тренера, Йович – один из лучших разыгрывающих защитников Европы. Бертонса же тренер видит прежде всего атакующим защитником. Тренер также решил усилить Химки форвардом Джереми Эвансом и двумя центровыми – Андреем Десятниковым и Дэвином Букером. Сильные стороны последнего – дальние броски. Здесь он опережает даже покинувшего клуб Джордана Мики. До старта первых матчей остался всего месяц. Как еще изменится состав и что нам ждать от Химок в новом сезоне – скоро узнаем. Алена Беляева, Екатерина Иванова, Служба новостей.